Здравствуйте! Своеобразным пробником взрослой жизни для многих подростков становится летняя подработка. Сегодня в нашей программе расскажем, где и как безопасно заработать школьникам 14+, и на что точно стоит обратить внимание их родителям. Гость студии Ольга Петрухина, директор Молодежного центра «Самарский». Здравствуйте! Добрый день! Ну что же, какие возможности сейчас есть для временного трудоустройства подростков и молодежи? Сейчас, конечно же, ребята с удовольствием могут провести летние каникулы, поработать в первую очередь, познакомиться с новым трудовым коллективом, с новыми людьми, завести новых друзей, ну и, конечно же, заработать свои первые денежные средства. Но вообще в любом подростку можно воспользоваться двумя вариантами. Первый – это самостоятельно искать работу в различных коммерческих организациях города. Это можно посмотреть наличие вакансий, например, на различных сайтах о работе, или обратиться напрямую в ту или иную организацию, подать резюме. А можно обратиться, например, к нам в учреждение, в Молодежный центр «Самарский» и поработать в рамках областных и муниципальных программ, которые именно ориентированы на подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Какие вакансии предлагаются? Ну, конечно же, это те виды работ, которые не требуют определенного уровня профессиональной подготовки от подростков, да, и являются легкими видами работ. Это, скажем так, вакансии нескольких направлений. Первое – это помощник специалиста. Это работа с документами, с архивом, ксерокопированием, тиражированием документов. Сюда входит также курьерская деятельность, да. То есть это, грубо говоря, помощник любого специалиста, скажем так, офисного работника. Второй блок – это работа на улице. Это могут быть вакансии помощника, садовника, уборщика территории, подсобного рабочего. Здесь ребята занимаются высадкой растений, прополкой, уборкой, да, какой-то территории. Следующий такой блок достаточно интересный у нас есть – это вакансия помощник вожатого, где ребята работают в лагерях дневного пребывания. Это те ребята, которые у нас прошли школу вожатского мастерства и могут уже применить свои навыки в лагерях дневного пребывания сейчас летом. Ну и небольшой спектр есть таких вакансий, как помощник библиотекаря. Конечно же, на эту вакансию мы стараемся направлять ребят, которые имеют ограничения по здоровью, для них там должны быть созданы специальные места, и они, ну, и ребенок на них может работать. Ну, вы достаточно много вакансий привели в пример. Но если подростку самому сложно определиться, вот именно с выбором, пускай временной, но профессии, к которой нужно относиться очень серьезно, а вот кто здесь должен подсказать – специалисты или родители? На самом деле, наверное, все варианты хороши, да, но ребенок должен в первую очередь принимать решение сам. С чего начать и как заниматься в этом направлении? Первое – это, я считаю, самое правильное – обратиться, наверное, к специалисту. Это профконсультанту, да, который поможет ребенку сориентироваться вообще по своим интересам, по желаниям и выбрать ту профессию, которая ему интересна в первую очередь, и там, то направление, где ребенок будет успешен. Второй вариант, скажем так, мнение родителей, оно, конечно, очень важное, да, для детей любой родитель является значимым взрослым, да, но здесь очень важно не совершить ошибок и родителю не навязать своего собственного мнения, да. То есть ребенок пришел устраиваться? Конечно, конечно, конечно. Здесь очень важно все-таки попробовать, дается ребенку вот в этот, скажем так, летний период, да, небольшой период трудоустройства самому выбрать ту организацию, где было бы ему интересно посмотреть. Или, может быть, выбрать ту профессию или направление деятельности организации, да, которое, опять же, его больше цепляет. А может быть, наоборот, ребенок скажет, я не хочу куда-то далеко ездить, я хочу ту организацию, которая находится ближайшая к дому, да, но он какие-то определенные выводы потом сделает для себя самостоятельно. И задача каждого родителя – поддержать ребенка в этом мнении. В его личном выборе, конечно. В его личном выборе, конечно. Все правильно. И, возможно, обсудить вечером просто, да, какой ты молодец, и как здорово, что ты сам принимаешь свои, ну, как бы, ответственность берешь за свое решение. Ну, потому что лучше учиться, конечно же, на своих ошибках, да. И вот другая сторона медали. Ну, родители навязали свое мнение, настояли на той или иной работе. И что дальше? Ничего хорошего в этом, я считаю, не будет. И нам в учреждения очень часто приходит молодежь, которым больше, скажем так, 23-24 лет, и они, можно сказать, начинают свой путь с нуля, да. Они проходят профориентационное тестирование, они проходят консультацию. И, как бы, начинают все заново искать то направление, да, или идти согласно своим интересам и увлечениям то, что ему интересно. Вы знаете, у нас есть сюжет на эту тему. Мы совсем недавно побывали в молодежном центре Самарский. Давайте вместе его посмотрим. Самостоятельно найти работу на каникулах не так-то просто. Первый и, казалось бы, самый очевидный способ – интернет-сайты в поисках вакансий. Чаще всего подросткам предлагают расклеивать объявления или раздавать листовки. Никаких договоров работодатель, как правило, не заключает, поэтому ни о социальных гарантиях, ни о соблюдении трудового кодекса говорить не приходится. Поэтому надежнее пойти официальным путем, рассказывают эксперты. Например, воспользоваться возможностями городской целевой программы «Молодежь Самары» и обратиться в молодежный центр «Самарский». Светлана Хорошева – студентка педагогического университета. В молодежном центре «Самарский» решила пройти квалификационные курсы вожатых. Будучи еще подростком, она проводила каникулы в летних лагерях и теперь поедет туда в новом статусе. Благодаря данным курсам повысила свой уровень, узнала некоторые фишечки, которые хотелось бы применить в своей работе. Вот сегодня я, наконец-то, буду защищать свои знания и свою работу. И я могу работать в самых известных лагерях, таких как «Орленок», «Артек». Вот, и я хотела бы попробовать. Официальный договор в соответствии с трудовым кодексом – большой выбор организаций, стабильный заработок. В среднем за месяц можно получать от 7 до 12 тысяч рублей. Участвовать в программе трудоустройства могут подростки от 14 до 17 лет, временно или постоянно проживающие в Самаре. Списки работодателей, готовых предоставить рабочие места подросткам, аккумулируются в молодежном центре «Самарский». Это работа офисного характера, да, это работа помощником специалиста, где ребята работают с документами, с архивом, ксерокопируют, тиражируют документы. И второй блок, скажем так, более активной работы – это либо на улице в должности помощника-садовника, уборщика территории подсобной рабочей, либо у нас есть такое направление, как называется помощник вожатого. В центре готовы обеспечить работой всех обратившихся, но чем раньше заявиться, тем больший выбор специальностей и организаций будет у соискателя. Для трудоустройства нужно заранее собрать все необходимые документы. Копия паспорта с НИЛС, документы об образовании, либо это справка с места учебы, да. Также необходима медицинская справка формы 086У для, она так и называется, для абитуриентов, поступающих на работу впервые. Так как наше учреждение работает в сфере организации отдыха, занятости, то есть работа с детьми, необходимо предоставить справочку об отсутствии судимости. Ну и необходимо предоставить реквизиты, карты для перевода денежных средств, то есть для перевода зарплаты за отработанный период. Основная цель муниципальной программы «Молодежь Самары» – создание условий и возможностей для эффективной самореализации и успешной социализации молодежи для развития ее потенциала, в том числе творческого. Первоочередное право трудоустройства имеют подростки, находившиеся в трудной жизненной ситуации или состоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних. Ольга, ну вот для тех, кто впервые пришел в Молодежный центр «Самарский», какие-то особые условия трудоустройства? Ну вообще, наверное, условия для всех ребят одинаковые, даже если ребенок работал предыдущие периоды. Во-первых, необходимо предоставить определенный пакет документов, необходимых для трудоустройства. Его можно посмотреть у нас на сайте Молодежный центр «Самарский» mc-samara.ru. Также вся информация есть у нас в группах в социальных сетях. Но я как бы остановлюсь на основных моментах, которые требуют, скажем так, времени на сбор документов. Это обязательно ребятам необходима медицинская справка формы 086. Ребятам необходима справка об отсутствии судимости, потому что они работают в организации, которая работает с детьми. Также необходимо ребятам, кому 14-15 лет, согласие органов опеки заявлений от родителей. Бланки у нас на сайте есть, повторюсь, также. Ну и остальное перечень, в принципе, это копия тех документов, которые необходимы также и взрослому работнику при трудоустройстве, такие как копия паспорта, СНИЛС и так далее. А с прошлого года всем ребятам, кто трудоустраивается, заводится электронная трудовая книжка, вот, конечно же. То есть это такие моменты, которые, ну скажем, даже из 14-летнего подростка приучают к некой юридической грамотности. Да, это тоже правильный момент, да, и для ребенка, скажем так, потренироваться, какие-то документы можно собрать самому, да, и потренироваться вообще в ситуации, когда ты приходишь к работодателю, да, спокойно выбираешь место работы, отвечаешь на вопросы, которые тебе задаются при приеме, да, потому что очень часто у нас бывают такие ситуации, когда ребенок при заполнении каких-то личных кадровых документов, таких как кадровая карточка, не может сказать, например, дату рождения родителя, да. То есть это, в принципе, тренировочная ситуация, она безопасная для подростка, да, но она, как сказать, поучительная, может быть, да, то есть в любом случае это будет с пользой для подростка. А вы знаете, я сейчас о чем подумала, какая очень важная миссия у работодателей, которым приходят подростки на работу, ведь то, как они примут, как они будут общаться в процессе работы, это ведь тоже очень важно. Бывали такие случаи, когда подросток сходил неделю и сказал, я вот не хочу больше вообще в принципе работать, тем более вот в этом месте. Партнерские отношения ваши? Ну, вообще, как бы, начну с подростка, да, что, наверное, возможно, у некоторых ребят может быть сопротивление, да, то есть это все равно выход из зоны комфорта, да, ребёнок идёт в ту среду, которую он никогда не был, да, и здесь определённые правила, скажем так, не такие, как в образовательном учреждении, да, здесь свой трудовой коллектив с определёнными тоже своими какими-то правилами, здесь свой внутренний трудовой распорядок, здесь свой график работы, здесь есть свой наставник или ответственный человек, который даёт работу, и тебе работу эту надо выполнить, да, здесь ребята также должны в себе какие-то качества активизировать, да, самостоятельность, ответственность, да, научиться, может быть, даже где-то что-то непонятно правильно сформулировать вопросы и задать работу дателю. Если говорить с стороны работы дателей, мы уже много лет работаем в достаточно большой базе организации, я за что очень благодарна, потому что у нас есть из года в год много партнёров, которые очень, скажем, качественно подходят вот именно к процессу подготовки рабочих мест для ребят, временных рабочих мест для ребят. Во многих организациях уже есть, скажем так, обученные ребята, люди, наставники, специалисты, да, которые встречают в первый рабочий день, да, знакомят с предприятием, понятно, что проводят инструктажи, на больших крупных предприятиях проводятся экскурсии даже, если это есть музей-музей, если это просто какая-то компания, да, то по всей организации в целом, да, чтобы ребятам было комфортно находиться в этих условиях. И, как правило, да, на следующий период или там на следующий год, когда ребята работают, они хотят идти работать именно в эту организацию. Я вот слушаю сейчас, вы на самом деле очень правильные и умные вещи говорите, я с вами полностью согласна, но вот опять же, сегодня мы как-то рассматриваем две стороны, да, а вот с другой стороны, ну, пускай подросток отучится, получит среднее, профессиональное, высшее образование, потом устроится на работу, но ведь всему свое время. Мы ведь и так полжизни, можно сказать, да, работаем, проводим на работе, а может быть даже и больше. Может быть, все-таки вот стоит подождать, не торопиться с этим? Вот как вы считаете? Ну, вообще, мое мнение неоднозначное, так как я очень давно работаю в этой сфере, что если есть возможность, надо начинать работать с 14 лет. Я считаю это правильно, да. Не надо, я с вами согласна в том плане, что к лету надо подойти, может быть, грамотно, и здесь даже задача родителей, да, чтобы ребенок мог отдохнуть, но и мог поработать. Чтобы не было такой ситуации, что ребенок должен работать все лето, и там зарабатывать деньги для того, чтобы что-то там себе купить или там родителей ставить, да, иди работай, и заработай на это, если ты хочешь. Нет, это неправильно. Но чем раньше ребенок пойдет, тем лучше. Во-первых, он найдет ответы на некоторые вопросы, у него это как бы, скажем так, некоторые мысли заиграют в голове, да, ребенок поймет, каких знаний не хватает, да, что не так, что такое вообще адаптация, и что вообще, я вот приду, и к чему мне быть готовым, да. То есть, когда ребенок будет взрослым, он уже проходил через эту ситуацию, и ему будет легче в сравнении с тем молодым человеком, который не имел опыта работы и просто выходит с дипломом. Второй момент. У вас уже будет общий трудовой стаж. Это большой плюс для работодателя, да. То есть, есть разница, когда вы смотрите резюме, например, 22-летнего человека или, там, молодой девушки, и у одного написано, что он подрабатывал каждое лето, да, там, по разным должностям и имеет какой-то определенный стаж, или то резюме, где... У расширения кругозор, конечно, да. Где нет вообще опыта работы, да. В любом случае, работодателя, даже если вы работали помощником садовника, даже если вы работали уборщиком территории, это говорит о вашей активной позиции, да. И, скажем так... Момент взросления еще, наверное, происходит, да. Момент взросления, да. Мощная социализация, да. Еще раз вернусь к этой мысли, что все равно ребенок хотя бы поймет, в какой сфере ему интереснее находиться, интереснее работать, да. И что, какие... Скажем так, мы же все хотим, да, да, ну, может быть, выбрать работу ту, которая бы приносила нам максимум удовольствия, чтобы нам прям нравилось, да. Но очень часто наши представления немножко другие, да. И когда мы представляем работу офисную, как нам любят говорить, да, то представления-то какие? Такие кондиционер, красиво сидим с ручечкой, да, и все. Но когда по факту мы приходим работать в офис, да, то объем работы очень большой, да, и очень часто ребята делают немножко другие выводы, да, и по факту получается-то другая картинка. Но ведь опять же, Ольга, могу с вами поспорить, но здесь мы не будем забывать и об образовании, ведь все-таки получают и среднее, и высшее образование в большинстве. Идут работы все-таки по специальности. Вот здесь, как соблюсти вот эти тонкости, заранее предугадать место работы дателя? Можно? С помощью младежного центра «Самарский». Заранее имейте в виду, прям уже на моменте обучения? Ну, когда человек учится и предполагает, где он будет работать, вот в этом вы можете помочь? Ну, здесь нет. Если он учится в среднем профессиональном учебном заведении, либо высшем, там есть непосредственно тоже центры, там, карьеры, трудоустройства, которые именно и работают по этому направлению и направляют. Но если мы говорим, например, о промышленном секторе, да, и у нас есть такие предприятия, как завод приборных, подшипников, как авиакор, да, то, в принципе, ребенок, подросток, когда обучается в колледже, он в летний период может поработать в этих организациях и попробовать свои силы. То есть такая возможность и есть. Скажите, пожалуйста, вот сколько можно заработать? Все-таки вопросы эти подростки задают на собеседовании? Конечно. И это один из главных вопросов, основных. Это правильно, я считаю. А в настоящее время у нас 1 июня увеличен рот, и он составляет более 15 тысяч рублей в месяц. Плюс все подростки, которые работают в летний каникулярный период, и в течение года у нас получают материальную поддержку от Центра занятости населения, да, которая также составляет в месяц 2250 рублей. Давайте поговорим, какие проекты или программы сейчас реализуются в вашем молодежном центре именно для молодых людей с низкими стартовыми возможностями. Ведь это тоже очень важная тема для подростков. Ну, во-первых, в первую очередь хочу сказать, что сейчас, если нет желания все-таки поработать, да, но рекомендую провести время с пользой, да. У нас в группе также ВКонтакте и на сайте есть анонс тех мероприятий по профориентации, где вы можете принять участие. Это и школа психолога, и школа карьеры у нас есть, и мастер-классы различные. Ближайший мастер-класс, например, будет по такой теме, как арт-технологии в профориентации, да, и будет мастер-класс для родителей, как помочь ребенку, когда ребенок сдает ЕГЭ, да. То есть всевозможные мастер-классы, пожалуйста, записывайтесь, это, я думаю, будет полезно всем. Если мы говорим по проектам для молодежи с низкими стартовыми возможностями, у нас много лет есть замечательный проект, называется «Путевка в профессию поддержки безработной молодежи» в Самаре, который реализуется фондом «Арконик». В рамках этой программы мы ребят, скажем так, проводим по нескольким этапам. Здесь первый старт, когда ребята проходят тренинг профориентационный, и далее работают с ними ИЧАРы с различных компаний. То есть ребят учатся составлять резюме, проходить собеседование, да. Далее ребят направляют на профессиональное обучение. Ребята получают специальность. В этом году ребята выпустились по двум специальностям. Это пекарь и электрогазосварщик. Те специальности, которые предлагаются ребятам, это, как правило, востребованные на рынке труда, да. Участники программы – это те ребята, которые, к сожалению, имеют образование часто 9 классов или имеют какую-то судимость, да, или выпускники детских домов. В рамках этого проекта сейчас ребята выходят на стажировки. Стажировка оплачиваемая также. И потом последующие трудоустройства. Новый старт программы уже осенью тоже у нас планируется. Все эти курсы для ребят бесплатные. Бесплатные, да. Это поддерживается форумом «Арконик». И много лет эта вот программа реализуется у нас. Но какие-то сертификаты об окончании не дают? Обязательно. Это документ государственного образца по улучшению специальности. Ребята обучаются, как правило, ну, где-то по периоду 3,5 месяца. Обязательно сдают экзамены. Обучение проходит на базе наших самарских колледжей, например. Пекарей обучают самарский кулинарный колледж. А сварщиков обучает кольща имени Мачнева. Ольга, вакансии по районам. Вот как найти информацию и можете ли вы помочь найти работу рядом с домом? На самом деле, когда подросток приходит к нам на трудоустройство, мы с этого и начинаем, да. То есть с нами работают более 100 предприятий по всему городу. И мы уже непосредственно начинаем предлагать ближайшую к дому организацию, да. Потому что все-таки, ну, скажем, 50% ребят желают, хотят, да, чтобы работа была недалеко от дома. Но все-таки это некая безопасность, скажем так, и для родителей, да, что он недалеко ездит. Но в этом году есть такая тенденция, что ребята готовы куда-то ездить, лишь бы эта организация была им интересна, именно интересна. Ну, вот все-таки вы в начале программы сказали, что это действительно так, что можно найти работу еще и в интернете. Но все-таки есть организации, которые предоставляют гарантии? Есть, нет. Что гарантирует Молодежный центр Самарский? Ну, я немножко с вами не согласна. Тут я все-таки считаю, что все-таки, если подойти грамотно к подходу, опять же, поиску вакансий в интернете, то тут тоже можно найти хорошую организацию. Опять же, повторюсь, у нас есть те предприятия самарские, которые также берут подростков, может быть, постарше по возрасту, я не могу сказать точно, но берут на работу, да. Но здесь задача подростка подготовить грамотное резюме, направить, прийти на собеседование и проконтролировать, или, так сказать, уделить внимание тому, чтобы с вами был заключен трудовой договор. Вот, это ключевой момент, конечно. Это будет ваша гарантия того, это будет гарантия подростку, что у вас будут созданы безопасные условия труда, да, что вам оплатят зарплату, что у вас там будут какие-то социальные гарантии, которые прописаны, да. У нас в учреждении мы обязательно, конечно, заключаем, у нас трудовой договор указанной должности, что ребенок выполняет, и период, и сроки, и заработная плата, то есть все это прописано, и на трех страничках, пожалуйста, да, мы все это проговариваем, озвучиваем. Но здесь, еще раз повторюсь, если это какая-то организация, просто он нашел там по рекомендации друга в интернете, да, пожалуйста, проконтролируйте этот момент, да, будет ли с вами заключен там какой-то договор. Не забывайте, что у нас есть еще договоры гражданского правового характера, они немного другие, да, и там оплата проводится за, скажем так, выполнение определенных условий, там, например, собрать три пачки, когда вы соберете там три коробки, там, только тогда вам заплатят, да. Но опять же, я повторюсь, что это повышает грамотность наших детей. Ну что же, на что сейчас нужно обратить внимание, если еще не определились ни с будущим местом работы, не в принципе хотят ли подработать за лето, не поздно ли подать документы, не поздно ли к вам обратиться за помощью? Надо прямо это сделать в ближайшее время, да. Если есть желание поработать в летний каникулярный период, надо как можно быстрее, в первую очередь, зайти на сайт, посмотреть еще раз всю информацию о трудоустройстве, посмотреть, какой перечень документов необходим, заказать справочку об отсутствии судимости. Если остались вопросы, можно позвонить в центр, проконсультироваться с нами, да, мы все это расскажем обязательно. И сейчас, наоборот, самое время, есть возможность еще поработать в июле и в августе. Записи у нас на июль стартуют с 16 июня, и с 14 июля будет запись на август. Что значит запись? Нужно будет просто... Желающих очень много, да. Да, мы планируем, что за лето мы трудоустроим около 3000 человек, достаточно большие. Чтобы не было такого, что все у нас оставили на последний день, чтобы это все было в плановом режиме, мы, когда, скажем так, соискатель сделает нам звоночек в центр, да, мы еще раз уточним, какие документы у вас, да, на руках, и назначим, да, то время, когда необходимо будет прийти в центр, выбрать организацию, свою должность и оформить трудовой договор. Ну, то есть вы не проводите какие-то предварительные беседы? Все, у нас есть профконсультант. Если есть желание все-таки протестироваться, да, посмотреть уже по интересам, да, то тут заранее просто, также заранее надо будет записаться, проконсультироваться, вам дадут заключение, и уже к нам прийти с готовым, скажем так, заключением. Мы уже будем вместе с вами это обсуждать. Ну что же, наше время подошло к концу. Говорю вам огромное спасибо, но все-таки хочу предоставить вам заключительное слово. Вы знаете, наверное, подросток сам решает, нужно ли ему работать летом или нет. А вот я хочу предоставить вам слово, чтобы вы обратились к родителям. Что нужно им знать и понимать? Ну, я бы, наверное, в первую очередь очень хочу, чтобы родители поддерживали своих детей, но все-таки давали возможность детям выбирать самим свое место работы, свою должность, да, и хочу, чтобы родители все-таки давали возможность ребенку самому двигаться. Поэтому разрешите, да, чтобы ребенок сейчас свой шаг сделал сам. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу Гору Тесс. Всего хорошего. До свидания. Будьте здоровы.